Всем привет охотники-бандиты! Приветствую вас на моем канале! Сегодня я отправился исследовать окрестности Адлера. Надо узнавать места. Конечно, охотничьи угодья здесь расположены очень далеко. В основном здесь юг и только охотхозяйство, общедоступных охотничьих угодьей. Они есть, но они очень далеко и их мало. Ладно, пройдемся по лесу, посмотрим какой здесь лесок. Лес очень интересный, не такой совсем, как у нас в Пермском крае. Сейчас все покажу. Начнем с леса. Это у нас акация обыкновенная вроде бы, но только наростом метр в шесть. Здесь даже есть осины. Правда осина какая-то странная, кустистая. Впереди какие-то большие величественные деревья. Так. Белые соцветия. Тоже не знаю. Ну не мимоза. Мимоза в феврале цветет. Так называемая мимоза. Это у нас обычные, обычные, обычные дубы. Дуб. Вот здесь вот видите дубовые листики. Дальше. Что у нас тут? Лиана какая-то вьется. Да, это дуб. Да, это дуб. Давно дубов не видел. Здравствуй, дуб. Какой у него ствол мощный. Так, едем дальше. Тут немножко движения еще автомобилей взбивает с настроя с охотничьего. Дубки, дубки. Да, это дубы. Это снова акация. А это снова еще какое-то дерево. Канал про охоту. Ну надо же правильно изучать растительность и животных, которые в ней живут. Вот такие виды у нас прекрасные открываются. На горы. Сейчас получше покажу вам. горы, деревеньки всякие. Смотрите, ну здесь прямо мне нравится. Хорошо. Есть еще растительность, леса какие-то небольшие. Не все застроено в горах. Деревушки. Охотиться здесь, конечно, нельзя. Разве что с рогаткой. Но охота с рогаткой в России не предусмотрена. А вот это вот, насколько я понимаю, листья такие треугольные, ну как вот, как рука. Это инжир. Или какая-то лиана. Ну вот у инжира похожие листья, только мощные, а здесь тоненькие. Дорога подымается все время немножко в гору. Здесь вот прямо мне уже нравится. Дорога, кстати, асфальтированная. Вот это так вот город Сочи. Но она не лесная, она между поселочками. Здесь прямо вообще кайфово. Птицы поют. Такой лес. В лес я пока не полезу. Надо хотя бы места узнать. Надо здесь прочные штаны и ботинки, чтобы через все эти колючки прорываться. Да и по лесу я немало ноги наломал на родине. Ну, красивая дорожка. Осинки обычные. Вот она, осинка. Ну, она какая-то кривоватая, конечно, но, в принципе, осины. Пальмы остались внизу. Пальмы здесь все посаженные. А это, мне кажется, то, что вот само по себе растет в Сочи. Осины, яблони, всякие дубы. Там что-то серебристое какое-то дерево впереди. Знакомьтесь, ребята, это инжир. Так растет. Я его до сели видел только в ящике, когда он продавался. Либо в пятерочке. Вот инжир. Пожалуйста. Он еще не дозрелый, зелененький. Ну, вот такое вот дерево. Инжир. Ха-ха. Вкусный он. Кто не пробовал, попробуйте обязательно. При случае сладкий такой, с косточками маленькими. Дерево инжир растет на краю дороги. Хе, здорово. Вон, какое высокое. Метра четыре, наверное. Ну что, дорогие мои телезрители и телеслушатели. Помойка, ручей, обвал обваливается. Вдалеке, как, конечно же, видно море. Оно почти что сливается с небом. А здесь у нас горы. Камни пады даже присутствуют, как я вижу. Камни-то катятся с такой крутизны. Горы, горы. Камень белый какой-то интересный. То ли это глина засохшая, то ли это камень. Белый камень почему-то. Не знаю, что за порода камня. Да нет, камни, камни. Какая глина. Вот такие здесь виды мощные. И тут прямо обвал. Прям хороший такой обрыв, точнее, обрыв. Поросшие акации. Как там цирит написано-то про такие красоты кавказские. Шикарные раскидистые деревья. Сосна. Я такое вспомнил. В детстве видел кино про какое-то, про разбойников. И они вот на ветвях на таких широких сидели, мощных. Поджидали своих. Тех, кого грабить будут разбойники. Интересное место. Птицы поют. Тишина. Ох, ступеньки даже есть бетонные. На сосне немножко смола течет. Тропинки лесные. Вот тропинка куда-то вниз уходит, да? Люди же ходят по ней. Зачем-то. И вроде бы не только для того, чтобы гадить. Благодать. А утром здесь, наверное, как птицы поют. Если сюда утром прийти, вообще бесценно, бесподобно. Как интересно здесь деревья растут, я вот могу сказать. Во-первых, всякие маленькие отросточки здесь на стволе растут. И даже вот ствол. У нас бы он давно уже был голый. А здесь покрытый мхом. И еще и отросточки от него. И это не паразиты, это не лианы. Это просто дерево пускает новые веточки. Темно в кадре. Смотрите, какая хорошая дорожка. Какие-то пальмы немножко, да? Пальмы растут. Тут рядом человеческое жилье. Пальмы-то посаженные. Вот пальма маленькая. Вот его струилистики. Улица 10 лет Октября. Это получается, что в 1927 году построили эту улицу. О, бамбук. Бамбуковые заросли. Не надо никуда далеко ехать. Вот он, бамбук. Пожалуйста, стволы зелененькие. Густо растут. Бамбук, бамбук. Здесь тигров нету, наверное. В бамбуковых зарослях. Бамбуковые джунгли. Все, бамбук заканчивается. Наступают нормальные деревья. Дождь начался. Пока что моросящий. Ну, так это ладно. Ничего страшного. Вот если сильный дождь, ливень, тогда не знаю, что буду делать. Зонтики я с собой не взял. Так что, что-нибудь придумаю. В принципе, на улице тепло. Даже не важно, что дождь. Здесь уже почему-то асфальт стал очень жидким. Такие места. Уважаемые коллеги, охотники-бандиты. В прошлом ролике я вас, извините уж, в заблуждение ввел. Я смотрел на эту малину и говорю, какая-то странная малина местная, южная. Но как сегодня я выяснил, открытие сегодняшнего дня это не малина, это ежевика. Вот по одной ягодке. Тут видно получше, что уже вот прямо хорошие черные ягодки-ежевики. Некрупные такие, дикие. Это ежевика, это не малина. А я еще думаю, ну что-то не похоже на малину. Вот вроде розовые, да, потом должны быть красные и отпадать. А они не отпадают, они вон, чернеют. Это ежевика. Ну что, вот моя первая добыча. Это я наохотил неизвестного зверя. У него шерсть видна. Вот здесь вот клыки, когти. Осторожнее, он еще не совсем мертвый. Главное, чтобы не тяпнул. Сейчас я его палочкой потрогаю. Ну вроде бы уже все, готов. Какая густая шерсть, смотрите, это же с ума сойти. Да, в южном климате есть звери с очень густой шерстью. Я сейчас не помню название этого зверя, я вам напишу. Ну, прямо сейчас вот на кадре. Здесь, кстати, помет еще другого дикого зверя. Видимо, у них произошла драка, конкуренция. В итоге добыча осталась брошенной. Браконьеры, браконьеры, что же они делают? А вот и моя первая добыча в Краснодарском крае. Это ежевика. Сейчас она как раз поспевает уже. Смотрите, какая хорошая. Она немножко пыльная возле дороги. Я ее приду домой, помою и съем. Ура, ура. Там кто-то в зарослях лазит. Слышно, бродит. Но непонятно кто. Ну, вот так вот. Браконьеры. Ура. Ура. Ура.